Стадо белых коров на пастбищах – картина до сих пор непривычная для жителей Дворичанского района. Всегда здесь разводили пеструх добуренок. Необычную породу, французскую шароле, привез местный фермер Игорь Хаперский. Мясо этих рогатых славится тонким вкусом. Когда первый раз увидел эту ходобу, будучи селянином по корову, я не мог не влюбиться в ней, в добром понимании этого слова. Фермер решил поставлять на столы украинцев не просто элитное мясо, а экологически чистое. Дворичанский район – один из самых безопасных в Украине. В радиусе 120 километров нет ни одного вредного производства. Там такие включения есть, и оно само по своим поживным якостям, и оно набагато выше, чем взагалі говядина. Эти коровы не знают, что такое хлев и стоило. На пастбище они проводят целые сутки. Комбикорм на ферме не используют, чтобы не портить вкус мяса. Молоко здесь тоже не собирают. Оно достается только телятам. Телятка народжуется от коровы-матери, и в 8 месяцев все молоко. В 8 месяцев бычок или теличка, которая развивается, она живет на молоце. То есть мы получаем, ну, понятно, мясо, которое выращиваем на молоце. Комментарий вообще не потребует. У фермера готова к продаже первая партия бычков. Эксперты говорят, идеальным для употребления считается мясо полуторагодовалого животного. Оно нежирное и без специфического запаха говядины. Правда, седует фермер, в Украине на элитное мясо спроса нет. Перекупщики предлагают по 12 гривен за килограмм живого веса. Это дешевле обычной коровы. Высокую цену готовы платить пока лишь россияне. Игорь Хаперский надеется, экологически чистая еда станет популярной среди украинцев. И чтобы улучшить свою ферму, съездил на стажировку во Францию. Евгений Адашкевич, Игорь Тамбиев, Медиагруппа «Объектив».